Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это вековая традиция И гостеприимная И трудолюбивая И все вместе мы объединяем Ну, наверное, так сложилась история Чуваши сами-то они живут Во всех уголках нашей родины И не только за границей живут Так сложилось, что мы Интернационалисты И нам комфортно И с любым народом, с любым вместе нам очень комфортно. От парада суверенитетов к параду народов. Понадобилось всего пару десятков лет, чтобы национальные республики осознали, сила не в доказательстве своей исключительности, как это было в 90-е годы, а в понимании единства всех национальностей, живущих в России. Театр оперы и балета превратился на время в гостеприимный дом, где рады каждому входящему. У каждой диаспоры своя отдельная площадка, этакий национальный уголок. Праздники нужны всегда. Праздники – это позитивный настрой, хорошее настроение. Объединяет людей, безусловно, знакомство, общение, более близкие какие-то контакты, праздничные концертные мероприятия. Всегда хорошо. Ползуясь моментом, хочу поздравить жителей Чувашького республики от своего имена, от узбекской диаспоры. Желаю благополучия, хорошего, процветания и дружбы между народами. Межнациональное общение – все это ползу всем проживающим территории Чувашьи и к нам тоже. И мы сами тоже часто проводим свои праздники и приглашаем представителей всех национальностей в Чувашьской республике. И вместе празднуем, вместе живем. Открылся фестиваль хороводом дружбы, в который встали русские, чуваши, татары и мордва, туркмены и азербайджанцы, чеченцы, евреи, украинцы, таджики и другие народности. Сегодняшнее вот такое крупное, большое, масштабное мероприятие, фестиваль, который собрал народы, населяющие нашу Чувашскую республику, с их самобытной культурой, с их народными традициями. И главное, для чего это нужно? В первую очередь, это нужно для того, чтобы объединить всех нас в одну целую единую семью. И не только для этого. Это еще нужно для того, чтобы показать свой потенциал интеллектуальный, творческий, чтобы всей Чувашской республике. И еще хотелось бы сказать, чтобы вот эта энергия нашего фестиваля несла с собой добро, несла с собой мир, и чтобы наш мир был качественно мудрее и добрее. Атмосферу праздника и дружелюбия создавали национальные коллективы. С импровизированной сцены они знакомили всех присутствующих с песенным и танцевальным творчеством своих народов. Даже модели в стилизованных костюмах не просто дефилировали по подиуму. Здесь было разыграно целое представление. Зрители увидели, как проводились чувашские национальные свадьбы. Я хочу сказать, замечательный праздник. Вы знаете, вот если бы я не пришел, я бы много потерял. Посмотрите, люди, в каком настроении. Вот так нужно единение. Поэтому будем вот так едины и будут успехи в работе. Поэтому я уверен, наша республика пойдет вперед. Ура Чувашии! Приехали именно на этот праздник единства народов. То есть представить, посмотреть и рассказать своим крымчанам, как у вас здесь, как хорошо, как нам нравится. Уже здесь 3-4 дня были в музеях ваших Великой Отечественной войны. Патриотизм у вас тоже как бы развит, как и у нас. И в 2014 году Крым опять вернулся в состав России. Мы сейчас соглашение о дружбе, о сотрудничестве с Чувашими и Крымом подписываем. Сейчас встречались с многими представителями Чувашии. В общем-то, как бы дружба. Сохранить в республике атмосферу добрососедства, укрепить дружбу между народами – задача непростая. На фестивале об этом говорили очень много. И у каждого были свои предложения по этому поводу. Основное сегодня наше будущее – это зависит, какие будут дети наши, молодежи. Поэтому я считаю, что каждый месяц хотя бы организовать и каждый руководитель или член национальных образований, чтобы они выступали перед детьми, перед маловежью. И в год один раз организовать настоящий вот такой праздник. Она нам только принесет успехов. Если даже еще один пример, то, что был раньше, если мы отмечали каждый Новрус-Байрам отдельности, мы два года отмечаем его вместе. Все народы начинают в Чувашии, кончая татарам, чеченцам, тагистанцам, азербайджанцам, Средней Азии и так далее. И мы этим гордимся. Нашлось на фестивале и время для серьезного разговора. Пока творческие коллективы демонстрировали свое мастерство, председатели национально-культурных объединений, представители основных религиозных конфессий, органов законодательной и исполнительной власти, общественности, рассуждали о том, что еще нужно сделать для того, чтобы сохранить в республике межнациональное и межконфессиональное согласие. Ежегодные социологические опросы, проводимые Чувашским государственным институтом гуманитарных наук по заказу правительства республики, свидетельствуют о том, что в республике преобладают уважительные настроения представителей одних народов к другим. Более 80% опрошенных положительно оценивают межнациональные отношения, что на 30% выше показателей в целом по Российской Федерации. Думается, что во многом этим мы обязаны менталитету наших народов, старшему поколению, а также совместной деятельности органов властей всех уровней и национально-культурных объединений. На территории нашей республики в настоящий момент проживает 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 религиозных. Они сохранили свою культуру, язык, традиции, веру. За этим круглым столом собрались люди неравнодушные, которые все свои силы и знания направляют на сохранение нашей родной Чувашии мира и гармонии, национального и конфессионального согласия. За многовековые истории Великой Российской Державы, нашей любимой страны, народы, населяющие ее территорию, стали единой семьей. Их судьбы тесно переплелись и сегодня неразрывно связаны друг с другом. Реальной поддержки в нынешних непростых экономических условиях ждут от представителей других национальностей органы власти. Многие из них работают в малом и среднем бизнесе, имеют опыт, который сейчас особенно важен. В настоящее время в Чувашской Республике КГРФ в условиях сложившейся экономической ситуации, вызванной экономическими санкциями со стороны некоторых стран мира, также нуждается сплочение всех структур гражданского общества. Ваши лица, уважаемые коллеги, вы выйдете в реальную силу для решения многих задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Чувашии. Ваш авторитет и богатый жизненный фонд надеется послушать к дальнейшему этому культурному развитию народа, прозывающего на территории КГРФ и Чувашии. Русский, татарин, узбек и азербайджанец – каждого из них привели в Чувашию разные жизненные обстоятельства. Но они нашли здесь свой дом, свою судьбу. Они сверяют свою жизнь с жизнью республики. Многие из них получили награды. Вручал их глава Чувашии. КОНЕЦ